Сегодня новосибирские спасатели провели первые масштабные учения. Большой воды в регионе ждут раньше обычного. И в МЧС рапортуют готовых к любому развитию событий. Запасли даже уникальную мобильную дамбу. С помощью нее можно не только укрепить берега, но и потушить пожар. За тренировкой спасателей наблюдал Дмитрий Белькевич. Десятки человек личного состава и множество единиц техники на полигоне Сибирского спасательного центра отрабатывают, как предупреждать и ликвидировать ЧС во время паводка. Ухудшение паводка и обстановки лесные пожары. Сибирский спасатель отрабатывает десятки вариантов развития событий этой весной. А все потому, что уже через несколько часов их могут отправить работать в любую точку России, где от полученных навыков придется перейти к практическим действиям. По легенде учений, ранняя весна провоцирует сильный паводок. Вода отрезает от большой земли населенный пункт. Вот спасатели с помощью плавающего вездехода перевозят людей на сушу. На каждом спасательный жилет. Следом из зоны затопления эвакуируют автомобиль. Никаких постановочных кадров, все как в реальной жизни. Спасатели пытаются разобрать завалы, возникшие в результате обрушения моста, которое, по легенде, произошло из-за подъема уровня воды в реке. Чтобы контролировать таяние на сибирских водоемах, спасатели также отрабатывают технику чернения и распиловки льда. С приходом весны, с марта месяца мы выезжаем и на превентивные мероприятия, которые потом плавно переходят уже и в спасательную операцию, и в восстановительные работы, связанные с паводком. Обычно это происходит у нас на Алтайском крае. По прогнозам, мощный паводок будет на юге Сибири. Аэромобильная группировка численностью 70 человек и 86 единиц техники готова выдвинуться в Алтайский край уже в третьей декаде марта. На вооружении спасателей также уникальная дамба, аналогов которой в Сибири нет. Данная дамба предназначена для тушения пожаров, а также для возведения на паводках. На паводках она служит для укрепления берегов, наполняется водой, а также в пожароопасный период может быть использована для источника как водоем. Сегодня сибирские спасатели ставят точку в подготовке к паводку. За учения получают отличную оценку. Дмитрий Белькевич, Евгений Агеев, Новости ОТС.